Привет, я Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. И мы продолжаем цикл видео, посвященных особенностям налогообложения ФОП в Украине. Мы уже разобрались в предыдущих видео как с общей системой, так и с первыми тремя группами единого налога. Соответствующие видео вы можете посмотреть по ссылке в описании. В этом же видео мы разберемся с четвертой группой единого налога. И как всегда начнем с ограничений. Четвертая группа предусмотрена только для тех категорий ФОПов, которые являются сельскохозяйственными товаропроизводителями. И они осуществляют деятельность в рамках фермерского хозяйства. При этом это фермерское хозяйство должно соответствовать следующим требованиям. Осуществляет исключительно выращивание, откорм сельскохозяйственной продукции, сбор, отлов, переработку такой собственно выращенной или откормленной продукции и ее продажу. Второе. Осуществляют хозяйственную деятельность, кроме поставок, по месту налогового адреса. Третье. Не используют трудноемных лиц. Четвертое. Членами фермерского хозяйства такого физического лица являются лишь члены его семьи. Пятое. Площадь сельскохозяйственных угодий или земель водного фонда в собственности или использовании членов фермерского хозяйства составляет от 2 до 20 гектаров. Обращаю ваше внимание, что фермерское хозяйство должно соответствовать всем перечисленным выше условиям для того, чтобы иметь возможность быть плательщиком единого налога четвертой группы. Имеет свои особенности и способ определения размера единого налога. Здесь базой налогообложения является нормативная денежная оценка одного гектара сельскохозяйственных угодий. А ставка зависит уже от типа этих угодий. При этом сама ставка установлена в процентах от вот той самой нормативной денежной оценки одного гектара земли. На сегодняшний день существуют следующие ставки единого налога для ФОП на четвертой группе. 0,95% для пашни, сенокосов и пастбищ, кроме пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полеских территориях, а также сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта. 0,57% для пашни, сенокосов и пастбищ, расположенных в горных зонах и на полеских территориях, а также для многолетних насаждений, кроме многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полеских территориях. 0,19% для многолетних насаждений, расположенных в горных зонах и на полеских территориях. 2,43% для земель водного фонда и 6,33% для сельскохозяйственных угодий, находящихся в условиях закрытого грунта. Что это значит? Это значит, что если, например, у вас есть земля, которая используется для пашни, и, например, мы определили, что денежная нормативная оценка этой земли 1,000 гривен. Ну, представим себе, да, условно. Ставка у вас используется 0,95%. То есть в год с этого гектара стоимостью в 1,000 гривен вы заплатите единого налога 9,5 гривен. При этом следует обратить внимание на особенности уплаты единого налога на этой группе. Он уплачивается следующим образом 10% за первый квартал, 10% за второй квартал, 50% за третий квартал и 30% за четвертый квартал. Следует обратить внимание и на такую особенность, что расчет единого налога вам вообще нужно делать самостоятельно. Согласно действующему законодательству вы должны посчитать свои земли и посчитать их денежную оценку и посчитать конечную сумму единого налога и подать декларацию до 20 февраля текущего года. И эта декларация подается как бы на год вперед, на вот тот год, который наступил. И в дальнейшем, соответственно, расчетом, который вы привели в этой декларации, вы платите единый налог. Что касается использования РРО на четвертой группе, то правила следующие. РРО не является обязательным до тех пор, пока ваш доход меньше 1,320,000 гривен. Как только доход превысил эти суммы, вы должны начать использовать РРО с первого дня первого месяца квартала следующего за тем кварталом, когда у вас был превышен этот доход. Друзья, если у вас остались вопросы по особенностям налогообложения ФОП на четвертой группе единого налога, задавайте их в комментариях, а я вам отвечу. На этом все. Удачи в вашем бизнесе. Пока!